Друзья, всех приветствую! Давайте мы сегодня с вами смотаемся в Минводыч на выставку, там экспо, там строительство выставка, но меня пригласил Александр, они занимаются альтернативой. В общем, посмотрим, что там. Друзья, я на месте. В общем, объясню вам, что я здесь делаю и как я тут оказался. Меня пригласил Александр, он участник этой выставки, Александр занимается производством воздушных солнечных коллекторов, вот, и также, ну, монтирует, продает оборудование для солнечной энергетики. Вот, сейчас мы пойдем, у меня есть лично к нему несколько вопросов, как к производителю именно воздушных солнечных коллекторов. Ну, а там, как говорится, что он нам расскажет, мы с вами посмотрим. Микрофон я, правда, забыл, поэтому и либо ветер, либо плохо слышно. Ну, как есть. Дай пять. Сейчас у нас будет по-немогу. О, бру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Друзья, ну, я, в общем, к закрытию уже подъехал. Вот. Сейчас мы увидимся с Александром, и я ему задам некоторые, ну, интересные для меня вопросы. Я думаю, вам тоже будет полезно услышать информацию, которую он нам расскажет. Нашел их. Ну, у вас несложно найти, да, действительно, только вы с солнечными панелями. Привет, друзья. Класс, модель. Друзья, пока Александр дает, короче, консультацию, я сейчас вам одну вещь расскажу. Смотрите, Александр, ну, является импортером, да, солнечных панелей, вот таких 450-х. И я у него брал пару партий. Смотрите, какая особенность конкретно на его панелях. Вот эти поводочки, ну, во-первых, коробки, видите, как расположены по бокам, вот эти поводки, они у него удлиненные, вот. Но они недостаточны для соединения, сейчас вот вы видите картиночку, по вот такой универсальной схеме. То есть длины поводка хватает, чтобы соединиться, допустим, если мы сверху располагаем панель одну, да, вот, ну, сбоку в любом случае хватает. Но для соединения вот этой хитрой схемой, когда мы через одну и в длинных рядах, допустим, солнечных панелей, мы можем зайти плюсом с одной стороны и минусом выйти с этой же стороны. Вот не хватает там 20-30 сантиметров. И вот я сейчас с Александром поговорил и говорю, Саш, надо сделать, вот можно ли с минимальными там доп. переплатами заказать следующую партию с удлиненным поводком вот этим. Он говорит такой, да без проблем, это не сильно скажется на себестоимости. Но, говорю же, вот для монтажа в таких длинных МППТ цепочках, да, когда мы заходим с одной стороны кабелем, да, у нас инвертор вот на этой длинной, на длинном поле стоит, инвертор с одной стороны, то, блин, это будет очень удобно. Здесь получается с одним теплообменником, алюминициальная трубка. Можно и тогда сказать. Здесь просто много ячеек из дома теплые, они вот здесь, мы с другом не соприкасаемся, они проходят через теплообменник. А чего она, от электричества? От электричества, 200 ватт. Тут два вентилятора в ЯЦ, энергоэффективные. Она с улицы берет минус 5, из помещения у вас забирает там плюс 25. Соединяй. Пройдет, происходит пересечение, не воздуха, а именно тепла. И вот этот более теплый воздух, он передает более холодному тепло через теплообменник, через рекуператор. И вот этот холодный минус 5 нагревается, например, до плюс 15. И у вас бесплатно плюс 15 вам поддается. Вы не теряйте, вы возвращаете где-то 50-60% тепла. Также компания Александра делает вот такие вот солнечные коллектора, плоские, воздушные, друзья. Это воздушный солнечный коллектор, обращу ваше внимание. Сейчас мы зададим вопрос Александру, что за технологии он применяет. И какие здесь, какой КПД, мне вот интересен КПД. Друзья, только не заподозрите меня в рекламе. Александра я знаю, с ним работал. Вот просто он меня пригласил, сказал приедь. И лично мне было интересно именно воздушный солнечный коллектор. Потому что у меня дома есть южная стена, она без окон, короче, без дверей. И я думал поставить туда воздушный солнечный коллектор. Вот сейчас как раз узнаем стоимость этого коллектора и его КПД. Зная площадь вашей стены, зная КПД, да, там преобразование с квадратного метра на площадь земли падает. Один киловатт солнечной энергии, да, тепловой, там электрической, неважно. И вот с каким КПД преобразовывает этот коллектор, можно понять, сколько вам будет с вашего квадратного метра стены, да, с установленным коллектором, подаваться в дом тепла, теплого воздуха. Это без всяких жидкостных сред, короче, чисто так. Забрали воздух, хотите с улицы, ну, чистый, да, свежий. Ходите из помещения, ну, как бы грязный, да, но более нагретый уже. Догрели, либо подогрели. И опять вернули в помещение. Вот я к Александру подомогался, сейчас он вам расскажет, ну, что нужно сделать для того, чтобы удлинить эти поводки. Вперед, не стесняйся. И все, и замер, он тут болтал мне, рассказывал, я говорю, подожди. Все, давай. Периодично нам нужно сделать замер, чтобы мы при заказе, так как мы прямые пассажки панелей, у нас эксклюзивный дистрибьюторское соглашение с заводом, мы можем им дать ТЗ, что нам нужны поводки такого-то размера. Соответственно, вот мы сделали специально удлиненные, чтобы фонтажником было проще монтировать. И меньше себестоимость была, потому что каждый поводок, это клеммка, это соединительный элемент, который стоит денег, плюс это время очень много теряется. Если мы сверху панель ставим, короткие поводки нам не дают садить. Вообще не дают. А эти поводки специально... Вот, сверху, о чем я говорил, да, друзья. Вот, Михаил как раз сейчас сказал, что есть запрос, оказывается, делать через один еще, в один ряд, поэтому нам нужно сейчас пересчитать длину поводков. И с этим ТЗ, грубо говоря, возможно, успеем следующий заказ мы провести с более удобными удлиненными поводками. И будет и монтажникам хорошо, и клиентам, что это быстрее будет монтироваться, может, чуть дешевле. В общем, друзья, контакты я оставлю Александра, сайт на его фирму. Говорю, не примите за рекламу, Александра знаю лично, с ним работал, поэтому... И вот, видите, опять же, я за отклик, я монтажник, я потребитель, по техзаданию по нашему можно это сделать. Да, мы именно за то, чтобы оптимизировать расходы, и чтобы солнечная энергия стала доступна для всех. Да, не надо вот этих удлинять поводки, понимаете, друзья, сложность в поводках. Вот на объекте, извини, я сейчас быстро просто скажу, на объекте на ферме, многие там видели, я делал поводки, а это траты на MC4 и на кабель. А вот такая вот, казалось бы, при заказе, да, поправка... Михаил, расскажи еще, сколько по времени потратил. Блин, ну да, да. Да, потому что их переживать. Их переживать, их нужно, да, отрезать, вот это пролезть. А тут чик-чик-чик, ну блин, на панель прибавляйте плюс 5 минут по-любому. То есть на пару плюс 5 минут к монтажу. А если их там сотня, вот так, так что... Друзья, конечно, конкретно в этой схеме, если бы мы вот эту панель, там третью она по порядку, перевернули, да, и поменяли, плюс бы у нас оказался вот здесь, этот минус здесь, и поводки бы достали. Да, это бесспорно можно делать. Ну, представьте, когда у вас большой объект, и рисовать в голове эту схему, перекладывать и все остальное, ну, очень тяжело. А по факту, смотрите, нам необходимо, сейчас я вам покажу, грубо говоря, получается третьей панели, да, и первой панели. Вот эту маму и папу соединить. Смотрите, здесь расстояние, ну вот, буквально, буквально. Сюда мы можем, конечно, вставить перемычку, поводочек с дополнительными коннекторами, что тянет за собой удорожание и сложность монтажа. Вот, все, вот, расстояние. Сейчас я его замерю и скажу вам, сколько это в сантиметрах. 45 сантиметров. То есть, по, даже если по 25 сантиметров удлинить каждый поводочек, вот этот проводок, если бы мы там соединили, то у нас бы вышло бы плюс, вот он, и минус, вот он. Все, смотрите, какое расстояние, да, все с краю поля. И мы сюда подвели плюс короткий проводник и минус короткий проводник. Вот, все. А вот там, все, поле будет в длину хоть 10, хоть 100 метров. Просто последовательно соединенные панели через одну. И все. Ну вот, чуть-чуть не рассчитали. То есть, чтобы вы понимали, до верха соединить панели в таком случае получится, вот, прям тютя в тютю. А в горизонт не получается. Так что, Александр, плюс 25 сантиметров, каждый поводок и все будет отлично. Так, друзья, ну давайте теперь я буду домогаться по коллектору. Задаю конкретные вопросы. Смотрите. Как я ранее сказал, на квадратный метр падает, к примеру, киловатт тепловой энергии. Сколько твой коллектор может взять тепловую энергию и отдать нам в помещение с одного квадратного метра? Здесь падает киловатт, то примерно 700-750 ватт. Иногда 780. Ну, смотрите, мы замеряем, когда киловатт редко попадается. Ну, на юге у нас больше киловатта. Вот в Москве где-то 980-950 ватт, иногда 700 бывает ватт, да, в зависимости. Небольшая дымка уже уменьшает падение. Соответственно, вот где-то 1000-1200 в среднее. И у нас с квадратного метра, ну, в среднем 800 ватт. 750-850, вот мы считаем. Идет тепла. Это вот, друзья, о чем я говорил, то есть, зная вашу стену, да, где вы можете расположить такой коллектор. Все, вы будете знать ее площадь и сколько тепла вы получите. По расположению еще важно. Так как тепло нам нужно зимой, то располагаем мы на фасаде. На фасаде, потому что зимнее солнце низко на горизонте. Оно уже не на кровлю светит. Если даже на кровле располагает, здесь под большим углом, практически почти. Ну да, нам зимняя эксплуатация этих коллекторов. Соответственно, летом мы их вообще можем... А как вот, кстати, что делать летом? Летом просто отключается и ничего не делается. Их не нужно завешивать. Вот, вот, вот. Не нужно с этим ничего делать. В этом плане, что специально разрабатывали и тестировали под прямым солнцем на юге, и вот, ну, режим стагнации. Самый опасный, это режим стагнации, это когда система не работает. То есть, все тепло накапливается. Если берем водяные коллектора, стагнация, они закипают. Здесь воздух, ну, во-первых, не закипит. Во-вторых, система пожаробезопасная проверена, что она начинает распылять тепло через внешний свой корпус, избыточное. Да, вот. И, соответственно, нагрев мы замеряли выше 100 градусов внутри, поверхность не поднимается при солнце, при стагнации. Даже если он стоит, не вентилируется ничего. Да, не стучается. Не больше 100. Да. То есть, его площадь уже начинает излишне... Излишне скидывать. Скидывает в атмосферу, да. Мы это не загораем, это излишне уходит. Излучение, обычным излучением, да. Верно. Инфракрасное излучение происходит. И все, лишнее. Здесь сегодня подходили, вообще до этого нам рассказывали. Иногда есть там отделки на этом. Ну, просто расскажу. Хорошая тема сбанок делать. Хорошая с точки зрения именно экологии. Я говорю, если сбанок делать, замечательно. Я только за. Могу даже что-то повторять, потому что вы хотя бы мусор очищаете. Да, да, да. С точки зрения эффективности сомнительная. Она будет эффект, но вопрос, сколько вы потратите времени. Если у вас есть много времени свободного и нет денег, делайте. Если нет времени, а есть деньги, пить уже готовое. И больше эффективности. Ну, с банками кто занимается. Делать не совсем, думаю, люблю из дерева. Это проще, я понимаю. Но в режиме стигнации банки сильно перегреваются. Дерево реально может. Да. У одних крыша полотнула на Дальнем Востоке. Ну, кто-то вот сделал самодельно на крыше. Сухо было. А система не работает, перегрелась. И возник пожар. Поэтому не стоит. Либо вы, если сами делаете, ну, ставьте на какую-то негорящую поверхность. Подошли медленно. Теперь к стоимости. Стоимость. Вот скажи мне, вот тут сколько площадь? Два квадратных метра. Два квадратных метра. Это, грубо говоря, полтора киловатта тепла. Вот это может давать у нас здесь на юге зимой. Да, в среднем. Бывает больше. Ну, конечно, производитель будет гать больше. Я округляю меньшую сторону, как потребитель. Теперь. Стоимость конкретно вот этого изделия. Этого изделия 42 тысячи рублей. 42 тысячи рублей. Рочечная цена. Поясню. У нас есть изделие больше. Площадь. В этой изделии, помимо самой панели, входит все для монтажа на стену. То есть, кронштейны, воздуховоды, вентилятор, диффузоры, фильтра. То есть, полный комплект. Там с выключателем. Есть шестая модель большего размера, да, трех метров. Она там 58 стоит. На квадратный метр она получается дешевле. Комплектация та же самая. Ну, вопрос просто. Комплектация тоже стоит денег. И больше сделать себестоимость больших у нас ниже. Да, да, да. Ну, то есть, меньше алюминия, узлов, резок, физических затрат на производство. Что делать вот это? Что трехметровые фактически трудостраты одни и те же. Да, да. Просто на ту чуть больше материала. И все. Поэтому себестоимость квадратного метра на больших панели уменьшается. Уменьшается. Плюс в комплекте идет, повторю, все, что нужно для монтажа на стену, кроме инструмента. Если там человек с руками с инструментом, сам ставит у нас больше половины, сами ставят. Особенно, где нет у нас партнера. Отворочные. Просто даже исполнение. Ну, мне нравится, честно. От души сделаны. А, вот покрытие. Ну, вернее, вот это вот прозрачный материал. Поликарбонат. У него ультрафиолетовый фильтр. То есть, он не разрушается, не желтеет лет 15. Потом постепенно начинает у него деградация по желтению. Ну, лет 25 вообще еще нормально работает. То есть, с уменьшением частичной производительности. Ну, это как на солнечных панелях деградация. Да, а здесь именно. Светопропускание. Но, почему выбрали не стекло? Делали тестирование, как бы, со стеклом. И, скажем так, больше тепла уходит через стекло. Здесь поликарбонат, он нечестный. Соответственно, он как теплоизолятор сразу выступает. И связано еще с тем, легкость и не бьется. Да, согласен. Соответственно, когда далеко там везет. Потому что вот эта панель, она весит там, ну, 15 килограмм. Ее один человек спокойно поднимает. Даже трехметровую, она там, 20 с копейками. Один человек спокойно тоже поднимает. Если со стеклом, то панель сразу около 40 килограмм и выше начинает. Все, уже начинается. Плюс устойчивость удара граду, почему она боится только отрыва. Если какие-то камни, мы проверяли, делали, даже тестируем, года 3-4 назад. Был проект у нас на Дальнем Востоке, там на проблю ставили. И там было важно проверить, ну, как она держит. Солнечную панель положили, ну, у нее калености была солнечная панель. И положили наш маленький коллектор, который мы там топили, заливали, проверяли, в общем, на всякий момент. Начали сбрасывать грузы. Получается, солнечная панель с двух метров 250 грамм, если не ошибаюсь. То есть разбилось. Коллектор нет, потому что, во-первых, он отпружинивается. С трех метров скидывали 700 грамм, ничего не произошло, как бы. Хотя вес это большой уже. Соответственно, устойчивость в этом плане, ударом у него высокая. Единственное, говорится, острый. Но легко восстанавливается, буквально даже банально, если там проткнули, пробили, скотчем заливили, дальше работает. Воздух не выходит. И еще, поясни, вопрос у меня возникнет, и не только у меня. То есть защита от ультрафиолета на этом поликарбонате есть, но она не препятствует проходу этого ультрафиолета вниз. Отличный вопрос. Тогда сразу поясню. Давай. Считается, что ультрафиолет очень много энергии вырабатывает. Нет. Если посмотреть, сколько солнечные лучи идут, и какие, скажем так, составляющие. Составляющие, да, вылетело из головы по нему. Ультрафиолет – это очень маленький процент. Прямо вообще. Основное – это инфракрасное излучение. Нам нужно инфракрасное излучение. Это максимально, что есть в солнечном излучении, как раз инфракрасное. Которое даст тепло. Да. Ультрафиолет тепло не дает. От него сгорает кожа. Вот все говорят, ну кожа же сгорает. Ну, конечно, потому что другой спектр излучения идет. То есть немного иначе. И его мало этого спектра. И когда говорят, что вот туман, пасмурность, ну, ультрафиолет подступает, значит, солнечная энергетика работает. Работает, но нужно сказать, что там с одним, с двумя, с пятью процентами. То есть это прямо, если что, по-честному. Мы обычно говорим, что нет, не работает. Хотя нам люди присылают. Снег идет, система работает. И выдает там плюс 15 градусов дополнительных. Но мы все равно говорим, что нет, не работает. А это бонусом. Да, да, да. В нагрев, да, типа так. Поэтому, да, защита от ультрафиолета есть. Ультрафиолет практически не пропускается, чтобы не разрушать именно поликарбонат. Но инфракрасное излучение все пропускается. То есть, да. Здесь светопропускание где-то 82%. 82%. Забага. Почему еще это? Это бесплатная приточная вентиляция. Вот на юге, по крайней мере. Вот, да, да, да. Ну, поясни. Я говорил, что можно забирать как из помещения. Догревать. Либо приточная, бесплатная, но уже теплая. Уже теплый и свежий воздух. Вот это, наверное, одно из того, почему я занялся именно вот этой разработкой еще в 12-13 году. Это связано с тем, что я ценю свежий воздух. Чистый свежий воздух. И чтобы люди не тратили энергию там, потому что начинают экономить, все закрывать, переключать, выключать. Система ничего не потребляет, а солнце работает, греет от солнца. И у вас получается помимо тепла, ну, на юге, по крайней мере, потому что у нас зимы не морозные. Бонусом теплая приточка. Получаете бесплатную теплую приточку, которая даже окна не открывая, она освежает вам воздух, греет и устраняет избыточную, если влажную. Особенно на побережье. Поэтому здесь, да, вы можете получить два в одном. Еще вопрос, скажи мне. Покрытие. Ну, я тут сумничал, меня поправили, что неправильно. Селективное назвал его. Но вот покрытие непосредственно куда падает солнечная энергия и нагревается. Что это? Ну, кто-то называет селективным. Это не селективное, а селективное покрытие. Ну, это специальное покрытие для водяных коллекторов. То есть это, ну, другое. Другой спектр. Там воду греют. Для воздуха нам нужно повысить площадь поверхности соприкосновения с воздухом, так как воздух является теплоизолятором. А теплоизолятор нагреть сложнее, чем воду. В воду греть проще. Но с воздухом меньше сложности именно в эксплуатации. Не закипает, не протекает и не замерзает. Да, да. Здесь, как еще называется, гелио-абсорбер. Ну, так называемый. Но гелио-абсорбер, гелий это энергия солнца. То есть абсорбирует просто энергию солнца. Здесь в микропорисе специальный материал, который абсорбирует энергию солнца и передает ее водику. Вот он за счет своей структуры, у него очень высокая поверхность соприкосновения с воздухом. Да, то есть, ну, грубо говоря, мы говорим, что 2 квадратных метра, но по факту воздух проходит... Да, значительно больше. Да, 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 значительно больше. Даже разово больше там будет. Также мы используем еще внутренний дополнительный утеплитель, чтобы еще дополнительно энергию тепла, которая может уйти через заднюю седменность, мы ее обратно возвращаем, абсорбим. И тем самым мы еще в 18-19 эксперименты проводили, мы добились увеличения иногда на 10-15% просто. Нормально. Это мы не экономим, как бы, да, специальные утеплители, жаростойки там стоят. Ну да, то есть, друзья, чтобы вы понимали, это не просто коробка, там, жестянка, покрашенная в черный цвет, это технологичное изделие. И оно, как бы, я называю такие изделия наукоемкое оно, друзья, это наукоемкое изделие. Основной материал здесь, кстати, алюминий, чтобы была легкая. Я попросил у Александра, говорю, покажи мне покрытие. Он говорит, Михаил, это, ну, не ноу-хау, но это их разработка. И, понимаете, визуально, даже если мы ее увидим, но рассказывать о технологии, да, изготовления Александр не хочет. Говорит, купите без проблем, но поймете ли вы, что это и как это, и с чем это едят, это уже другой вопрос. Вот такой вот коллектор, да, это тема, друзья, это тема. Тем более, вот, как я многим, у меня спрашивают иногда, да, там, типа, надо отапливаться солнечными панелями. Повторюсь, у солнечных панелей в лучшем случае КПД 20%, то есть с квадратного метра при идеальных... Блин, он меня пугает постоянно, эта штучка. Извините, немного отвлекся, но вот смотрите, солнечных панелей, да, КПД 20%, то есть с одного квадратного метра, с этого идеального киловатта вы можете получить 200 ватт электрической энергии, преобразовать ее через стены в нагрев, получить даже с высоким КПД эти те же самые, там, 180, 190, даже 200 ватт тепла через солнечные панели. Здесь 750 с одного квадратного метра, то есть 75% это в среднем, ну, при хорошем солнечном дне. Рекуператор, друзья, вот так выглядит рекуператор. Сейчас расскажет Александр. Фильтрация, вот на что обращаем внимание. С улицы мы ставим F7, ну, преимущественно, потому что, чтобы всю пыльцу и всю пыль вообще задерживала. Это приточка, да, идет, назовем это так, да. Вот это с дома забирается, ну, отработанный воздух, как правило, в доме меньше пыли, ставится F4, чтобы просто рекуператор не забивала пыль, а в дом, чтобы совсем чистый воздух. Здесь у нас, получается, происходит теплообмен, с улицы поступают по одним каналам, с дома поступают по другим, через, скажем так, алюминий, да, там, тонкий свет, алюминий. Да, 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 ну, вот, я вижу, что здесь, да. Происходит теплообмен, возврат тепла, и домашний воздух подает тепло, это как избыточное давление, в общем, теплое передает холодным, да, 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 тепло. Вот, холодно нагревается, и вентилятор, получается, тут отрицательное давление засасывает, да, и подает свежий уже воздух, подогретый частично уже подает сюда в канал. Здесь стоит еще электрический догреватель. Ну, да, если нужно, да. Вот, это керамика, то есть это, ну, хороший долговечный нагреватель, такой плавный, вот, и он догревает, если нужен будет. Сюда выбрасывается уже отработанный воздух на улицу, и здесь стоит подлом для сбора конденсата. Вот, да, конденсат здесь появляется, чтобы тоже люди понимали, что. Да, притом, можно делать, скажем так, как мембранные, еще называют такие вот, там, бумажные теплообменники, они дешевле стоят, чем алюминиевые, есть пластиковый теплообменник, который якобы возвращает часть влаги. Объясню, я не приверженец этого, я больше за экологию и за чистоту, то есть такие теплообменники начали делать европейцы, потому что у них такие, какие, расскажи. Которые возвращают влагу. А, да, да, да. Когда с влагой мы теряем часть тепла, потому что во влаге больше всего тепла находится. И если мы влагу не возвращаем, мы теряем больше тепла, и поэтому КПД таких теплообменников, оно чуть ниже. Алюминиевых, да. Влага не проходит. Европейцы начали делать бумажные теплообменники и пластиковые мембранные, которые передают влагу, то есть они микропористые такие, влага переходит и возвращается вам обратно в дом. Я как бы увлажняю воздух, но с одной стороны, говорят, что все хорошее, нету конденсата, тоже хорошо. Но я считаю, и мы пытались посмотреть, ну, в общем, вирус, все передается воздушно-капельным путем. Человек, когда выдыхает, он за сутки выдыхает пол-литра влаги. Соответственно, легкие, это тоже система, которая очищения происходит. Мы выдыхаем грязь из легких, а получается, мы эту грязь потом через вентиляцию обратно возвращаем, чтобы просто догреть. И я не сторонник такой вещи. То есть мы выдохнули, и пусть оно уйдет лучше. Сморо уйдет, да, нам чистый воздух зайдет, и мы им подышим. Да, лучше мы доувлажним там дополнительными какими-то средствами. Доувлажним и догреем. У нас энергия не настолько дорогая, как в Европе, чтобы... Ну, скажу так, европейцы, например, иногда читал, что у них можно 15,3 с кубов на человека. Вот, это минимальное. Это тоже они душат вентиляцию, чтобы, ну, меньше тратить энергию. Да, да, да. 60 кубометров, я считаю, да, это оптимально, потому что делали замеры под СО2. Когда ты 30 либо меньше подаешь, у тебя СО2 повышается выше тысячи все-таки. И это не совсем хороший воздух. Он должен не больше 800 желательно быть, а лучше 500-600, как бы. Тогда хороший воздух, ты нормально дышишь полноценно. И чем выше, тем это хуже, соответственно. Можно задушить вентиляцию, там, в 15 кубометров воздуха, но воздух хуже будет. Соответственно, больше воздуха мы подаем, легче дышим, лучше нам получается. Поэтому здесь у нас конденсат образуется. Он возвращается, как бы, утекает. Утекает, да. Он, как и в кондиционерах обычных, просто утекает. Да, ну, его меньше, чем с кондиционера, но тем не менее, да, он сбрасывается, потому что влажный воздух конментируется. Ну, насчет обмерзания, вот, поясни, пожалуйста. Обмерзает, да? Как здесь реализовано отогрев? Нет? Здесь он обмерзнет после минус 20. То есть, на юге, в принципе, это... Тоже у нас. Да. Там у нас двойной рекуператор. Александр угостил меня здесь чаем, Иван-чаем. И знаете, какую историю рассказал? Вот, опять же, наглядный пример практических, да, применений вот таких коллекторов. В Кисловодске есть компания, которая собирает травы, чаи, короче. И вот Иван-чай она делает. Вот. И вот с помощью таких коллекторов воздушных можно их, ну, внедрить в текущую, действующую систему сушки, да, там, на... С тенах электрических, да, с вентиляторами, которые и так уже есть в этой компании. И вот Александр внедрил такие коллектора им, и в летний период, как раз, когда и происходит сушка, да, Ну, это, я думаю, не только чай или травы, это и фрукты, овощи, вот эти вот все, которые делают, да. И автоматика, если хватает тепла и горячего воздуха от солнца, все, электричество не тратится, вот. Ну, а если не хватает, то просто доключаются обычные электрические тены, которые уже, ну, у вас, скажу, да, если вы смотрите меня, такие производители, они у вас уже есть. И это, опять же, повторю, это не солнечные панели с их КПД в 20% в лучшем случае. Это вот непосредственно тут же нагрели ваш воздух, тут же им высушили ваши фрукты, чай, траву и все. Хотел Михаилу рассказать, но он сразу включает камеру. Да. Да, мы как раз разговаривали по поводу отопления, и что горячее водоснабжение, например, ну, водяные коллектора хороши для ГВС, чтобы руки мыть, ну, там, какие-то такие нужны. Для отопления все-таки летом будет избито какое-то тепло. Вот мы реализовали проект на воздушных коллекторах, это под Краснодаром, не было отопления, у них, ну, там, сваркой занимаются, много дыма, они делали как раз вытяжку, им нужно было сделать приток, греть приток. Рассматривали разные варианты на тепловых насосах, без тепловых насосов, как бы, это все водяное, они не хотели, они сразу сказали, нет, регистрируют эти трубы. То есть у них, подожди, извиняюсь, я перебью тебя, то есть у них именно вентиляция, большое количество вентиляции для выброса именно отработанных газов после сварки. Это, да, если не обеспечивать подогрев вентиляции, то это можно в копеечку по отоплению зимой попасть, да? Да, да, притом, ну, они и так там подогревали, у них пушка была какая-то дизельная, когда сильно холодно, ну, так как отопления нету, а вентиляцию они в этом году делали, и они понимали, что у них так, там, 6-10 градусов. Какая-то, а вентиляцию включат, и у них будет минус. Вот. Здесь мы рассмотрели разные варианты, предложили просто разные. В результате оказалось, что используемый воздушный коллекторов значительно дешевле, хотя это солнечная система, вроде бы, это дорогая система, ну, у людей так считается. Но она оказалась дешевле, чем они будут делать, там, какую-то другую, строить, там, котельную, либо что-то такое. У котельной там вообще заоблачные деньги, либо даже тепловые насосы, да? Мы сказали, хорошо, давайте вы попробуйте, хотя мы и тепловые насосы предлагали изначально. Они говорят, если что, мы добавим. Хорошо. 108 квадратных метров панели там разместили на стене, то есть достаточно большой объем, и у них получилось, что они греют сразу приточный воздух. Они включают вытяжку, и включается наша панель, либо даже если не включится, они все равно будут высасывать воздух за счет разрежения внутри. Вот, у них сэндвич-панели. Мы замерили, просто вот как раз были, когда запускали, у них утром было плюс 6 помещений, солнце вышло, запустилось, часа через два мы когда замеряли, уже было плюс 16. Вот, и стало тепло, и плюс это свежий воздух заходит, дым весь уходит, в общем стало комфортно, они прям, особенно, ну они поначалу не верили, поверили, убедились, и прям... На практике, опять же, все на практике. Все на практике, да. И это удобно получается, вы получаете и приток теплый, и свежий воздух, и обогрев. То есть, вот для южных регионов, для наших, это нормально. Вот на производственных помещениях, либо каких-то других, где нужно приток греть, вообще отлично. Вытяжку сделали, приточку поставили, и она у вас подогревается. Вот, кстати, в афише непосредственно этой выставки видел вот эти 3D принтеры для строительства. Вот такая вот полезная, я считаю, для себя, да, поездка у меня сегодня состоялась. Александру отдельное спасибо за то, что он рассказал, да, и ответил на все мои вопросы. Вот, кому было полезно, ставьте лайк. По традиции, используйте альтернативные источники энергии там, где это можно, нужно и выгодно делать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok